Мне попалось стихотворение «Сентиментальное о Париже». И что тут удивительного? Все многие вздыхали о Париже, о Париже. Единственное, что Майковский сказал, хорошо, я хотел бы жить и умереть в Париже, если бы не было такой, как Москва. Так вот, это «Сентиментальное стихотворение» такое. «Подремний Париж и фиалкус Монмартра, фантастический воздух в столице любви». «Аромат тюлери» «Тюлери» – это тюрьма, по-моему, нет? Или это что такое? «Триумфальную арку». Арка-то здесь при чем? «Парк Монсо», где свежо и поют соловьи. «Подари мне Париж, Модельяне, Латрека». «На бульваре Клиши, дом, где жил Пикассо». Ну, в общем, короче говоря, я не выдержал и написал противоположную картину этому. «Из воспоминаний я гоню Париж, как муху надоедную и жирную». Мои воспоминания 991 года Парижа. «Из воспоминаний я гоню Париж, как муху надоедную и жирную». Тошнит от этих магазинов, слышишь? И лавочек противных, с виду мирных. А приглядишься, пепелинцы там с говном. Как шутка для продажи, видимо, ночья. А, впрочем, неохота думать. Все равно, кто гадит этот мир, шутя нечаянно. Бездарные товары через каждый шаг лезут в глаза из магазинов. По крышам больше я смотрю спеша, чтобы отогреть израненную душу, изобиженную. В том городе нашел приют, там в операторских дворцах, прохвостов список. Отвратительный и жуткий, и среди них певец борделей латрек. Ах, ах, приподнятые юбки проституток. Позы лежащих девочек для поцелуев модельяне. Манипулятор Пикассо, конечно, тот, как тут. От обворованных идей детей. Или Матисса пьяной. Кругом торговцы. Не хватало мне Ван Гога, Матисса, милого. И сострадающего мне Беранже. И мысленно я отдыхал немного. Эх, особенно бросаясь в сон, раздевшись в неглиже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok